При поддержке Российской Федерации в Луганской Народной Республике состоялась рабочая встреча с делегацией из Астраханского государственного университета по координации работы образовательных учреждений. Никакие потуги западников ввести санкции, никто из них не принимает. И мы продолжаем сотрудничать с более 60 университетами мира и странами Каспийского бассейна. Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, Иран, Центральная Азия, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Юго-Восточная Азия, Япония, Корея, Индия, Китай и арабские страны. И востребованность специалистов для работы в компаниях совместно, российских и иностранных, она достаточно высока. Тем более со знанием иностранного языка. И здесь, наверное, очень важна такая работа. Мы здесь являемся неким таким центром, как мы говорим, хабом, который собирает и научно-образовательные технологии в этом направлении. И помогаем выстраивать такие взаимоотношения для многих вузов страны. Поэтому и луганские вузы наверняка будут заинтересованы в этой работе. И это, конечно же, неразрывно связано с студенческой мобильностью, с подготовкой специалистов для такого мирового уровня, для именно наших ребят. Причем мы очень серьезно работаем со школой по подбору и выявлению талантливых ребят на ранней стране. Потому что вот сегодня инженера хорошего подготовить, а тем более хорошего человека, у которого есть задатки к научно-исследовательской деятельности, к инновационной деятельности. Ну, все психологи, педагоги говорят, что проявляются первые признаки инновационного проявления у ребенка. И научной склонности к научно-исследовательской работе на уровне 5-6 класса. И это могут выявить только педагоги. А нам очень важно эту склонность сохранить, провести ее через школу, чтобы в дальнейшем он поступил в высшее учебное заведение, занялся научно-исследовательской деятельностью и дальше себя реализовывал. Это очень важная работа по выявлению и сохранению талантливых ребят. И они, те, кто именно способен сегодня вырабатывать новые технологии, а эта проблема сегодня достаточно осторожна, мы о ней давно говорим. Она теперь вот сегодня наступила на наши двери, не просто стучалась, а вот вошла. Проблема именно в замещении. Мы много говорили о российском программном продукте для этих технологий. О цифровых технологиях, о технологиях, связанных с производством, начиная от аграрной индустрии, технологий в аграрной сфере, до создания центров по семеноводству и создания семян для многих растений. Но вот смотрите, у нас картофель, вот последние только годы за счет создания центров семенных, картофель мы начинаем обеспечивать себя до 80% в России. По зерновым тоже достаточно себя обеспечено. А некоторые продукты, например, тот же самый известный астраханский арбуз, да? 80% семян закупались в Европе. И центры семеноводства, ну, понятно там, быстро зреющие сорта, потому что, ну, оградники, они же надо быстрее посадить, подороже продать, потому что ранний арбуз, он очень важен. А мы, свой астраханский арбуз, он там, у него период созревания, там, 53, 53, там, и выше, там, вот суток, да? Представители Управления образования, администрации города Луганска, Луганской народной республики, Министерства образования и науки Луганской народной республики и администрации главы Луганской народной республики обсудили возможности сотрудничества с Астраханским государственным университетом. Абитуриенты и школьники из Луганской народной республики теперь имеют возможность получать высшее образование в лучших университетах Российской Федерации. Это важный шаг для молодежи республики, который позволит реализовать широкий спектр творческих возможностей ребят по любой их специальности. Почетным гостем на мероприятии стал Константин Алексеевич Маркелов, ректор Астраханского государственного университета. Через год будет жесткое требование о трудоустройстве, не просто трудоустройстве, а трудоустройство по специальности. И в течение трех лет мы должны сопровождать выпускника, адаптироваться на производство. Вот это вот такая серьезная программа, поэтому мы создали и центр планирования карьеры, и помогаем студентам определиться уже со своей профессией на выпускных курсах. Надо сказать, что по многим направлениям ребят работают на третьем и четвертом курсе, уже работают. Поэтому есть достаточно высоко востребованные специальности, и мы продолжаем расширять количество обучающихся в этом управлении дальше. Те, кто участвовал в этом, защищали свои программы «Стратегия развития», почему 20-30, потому что «Стратегия развития» рассчитана на 10 лет. Экспертный совет, который принимал эти конкурсные наши заявки, был составлен не только возглавлял министр, но не только из государственных чиновников. Там был бизнес, там были посреди общественных групп и структур. Была независимая такая оценка. На первоочальном этапе изъявили желание более 400 университетов принять участие в этой программе. До конкурсов были отпущены 190, отобрано 100 университетов. Сегодня очень большая программа в России открыта в содействии занятости населения. именно не только готовить специалистов по профессиям, те, кто являются безработными, люди возраста 50+, или молодежь, но и те, кто находится под угрозой войны. Мы понимаем, что сегодня, тем более в этой кризисной ситуации, связанной с санкциями против государства, выходом рада компаний из России, возникают проблемы, и они неизбежны. Это будут где-то люди работают по сокращенному дню, какие-то компании отправляют вынужденный отпуск долгосрочный своих сотрудников, либо предупреждают о возможной оптимизации, сокращении предстоящих. И для этих специалистов, которые будут высвобождены, создана программа переподготовки по тем специальностям, которые востребованы на рынке. И государство выделяет достаточно большие средства для этого дела, и оно готовится по трем направлениям. Первое – это колледжи, те, кто занимается программой, подготовка рабочих специальностей. Второе направление – это переподготовка по специальностям высших учебных заведений. Когда с учителем, который берет на себя обязанность подготовить для нас хорошего выпускника, мы учителю выплачиваем премию за это. У нас в прошлом году несколько таких учителей взялись, заранее подписали соглашение. И в сентябре, после того, как их выпускники поступили, они там кто-то 50 тысяч получили, кто-то 70 тысяч получили. В сентябре деньги хорошие. Это агентский такой договор, он у нас практикуется со многими и внутри Астраханской области, и со многими такими педагогами или школами других стран. И в Азербайджане, и в Казахстане такое есть, в Азербайджане еще такое есть. Мы готовы распространить на Агентском области, без проблем. С директорами школы, либо с учителями, без проблем. Давайте мы... Я прям руководителю управления по набору студентов такое поручение дам. Могу сейчас... У нас, кстати, есть с собой эти... Материалы, да? Муклеты. Давайте там, как раз для поступающих муклеты, сейчас, Миталыч, принесите, да, раздачу. Вот, и мы готовы это делать. Более того, я готов сюда направить своих специалистов, чтобы они проехались, посмотреть, поговорили со школами, встретились. Вот, встретились с выпускниками, с родителями, и сегодня, конечно, тоже март месяц, окончание учебного года. Но, возможно, с ноября месяца вот такие встречи, чтобы проходили. И не мы задавали вопросы, а абитуриенты будущие и в то же время родители. Поэтому, конечно, бы хотелось, чтобы... Да, просто не остановлюсь, март. Да что такое? Нет, ну, как бы, знаете... Сейчас в начале апреля пришлю и... Нет, ну, вообще-то подожди. У нас сейчас не все так просто. Да. Я знаю, но я... Почему здесь, как ректор, вот, вы говорите, там приехали... Мы с душой бы говорили... А я вам объясню, вы, я вам маленькую тайну открою. Член попечительского совета Астраханского государственного университета Водоладский Виктор Петрович. Да-да, мы знаем это. И я, Виктор Петрович, говорю, Виктор Петрович, я готов поехать и все, что можно делать, полагать луганскому родственному. И он этот вопрос решил в течение двух дней. Вот, и вот поэтому мы приехали. Я уже не один, вот, директор Кадетского корпуса. Приехал, вот, мы вчера там рассказывали по опыту работы и организации Кадетских корпусов здесь. И готовы этим делом заниматься. Вот Алексей Алексеевич уже может оставить там и материалы, и для этого мы вчера оставили, и сейчас передать эти материалы для вас по Кадетскому, как работа, организован Кадетский корпус. Михаил Юрьевич, Анишка, мой помощник по казачеству в университете. У нас в отношении у нас рекламы. Да-да-да. Но он еще доктор наук сверххозяйственных и руководитель опытно-экспериментальных хозяйств. Вот, поэтому мы вот готовы так, я думаю, через Виктора Петрович мы направим к специалисту, которые могут поработать с вами без меня. Спасибо. Спасибо. Спасибо.